Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на Чемоданах. С вами я, Славян. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск. Мы сегодня сгоняем с вами в Голубую бухту. Посмотрим, какая там обстановочка. Встретимся с Настиной подругой. Еще кое-что интересное будет. А также мы с вами сгоняем на набережную в Геленджике. И кое-что произойдет. Ставьте лайки выпуску. Пишите обязательно комментарии. Делайте репосты. И погнали. Как-то раз на прямом эфире меня спросили, Славян, когда ты побреешься? Тогда я ответил, что я вообще никогда не бреюсь, а пользуюсь просто машинкой. И вот недавно моя машинка пришла в негодность. У нее уже затупились лезвия. И я заказал себе новую. Давайте вместе с вами ее распакуем и попробуем ей сбрить это все дело. Так, давайте посмотрим, что в ней самой. Это, значит, сама машинка. О, смотрите, с электрическим, значит, каблом, где указан заряд. Два режима скорости. Настройки. Также здесь есть насадки. Вот такая вот расчесочка. Это снимается. Ага, ну вот, все как я люблю. И перекидываются непосредственно насадки. Можно оставить такую. Можно оставить такую. Для носа. Непосредственно сама бритва. И можно поставить еще следующую насадку. И также использовать как машинку для подстрижки. Надел насадочку. Здесь она на 12 миллиметров. И... Ну, на самом деле, как вы поняли, здесь достаточно много приколюх. Поэтому пойдемте попробуем, как она в деле. А что, если мне остаться с усами? Прикольно? Напишите в комментариях. Результат, как побрила меня эта машинка, вы, в принципе, видите сами. Помимо вот этого комплекта, который я показал вам ранее, есть еще вот такой комплект. Здесь уже куча всяких разных насадок. Есть расчеточка. Есть, соответственно, зарядка, чтобы ее заряжать. И если вы, например, ее покупаете, и она хранится у вас дома, то есть замечательная, удобная подставка. Поставили, все разложили. Для меня также важно, чтобы такой машинкой можно было пользоваться везде, так много путешествуем. И когда ее зарядил, ты просто берешь ее с собой, и везде, где хочешь, там, в любом месте, где ты стоишь, привел себя в порядок и продолжил путешествие. А еще этой машинке есть влагозащита, что тоже немаловажно. Если меня смотрит женская аудитория, то вы уже знаете, что подарить своей второй половинке. Если меня смотрят мужчины, то вы знаете, что себе приобрести. Ссылочку на интернет-магазин, где вы можете купить эту машинку, я оставляю в описании под этим видеороликом, также оставлю в закрепленном комментарии. И хочу напомнить, что ребята доставляют абсолютно по всей России. Я думал, здесь в Геленджике уже сделают развязочку нормальную, и пробок в сезон не будет. Но, увы, к сожалению, нет, что в сторону Геленджика, что на выезд все стоит. Ну, возможно, в ближайшее время... Ну, асфальт тут уже закатывает. Вот здесь вот есть очень классный сквер. Обязательно в нем погуляйте, приедете сюда. Бесплатная большая парковка. Пруд, где плавают черепахи. Ну, собственно, если у вас дети есть, то, конечно же, им понравится. Комната, да? Приехали мы в Голубую бухту. Вот она, Соня, собственно, персоны. Там он Юля. Ну, конечно же, наши тоже запрыгнули сразу в бассейн. Не удержал я их, не удержал. И когда море грязное, после штормов, конечно, очень хорошо, что здесь есть бассейн. Люди, как говорится, могут вот здесь покупаться. Соня нас ведет, значит, на дикий пляж Голубой бухты. Здесь, кстати, есть недалеко локация 280, по-моему, с чем-то ступенек. Шикарнейшее место, на которое, конечно, рекомендуем сходить. Вот так вот он выглядит. Здесь есть саборды. Заход. Ну, заход так себе. Зато тут будет поменьше людей, чем, например, на центральном пляже. Вот там виднеется сам центральный пляж. А он за той скалой. Как раз и есть эти ступеньки. О, море после шторма. Намыло водорослей. Мы все дружно приехали в самый центр Геленджика. Хотим дойти до набережной. Заодно привезли сюда девчонок. Они пойдут гулять. А мы вообще здесь заказали суши. Здесь есть суши Ким. Всегда рекомендуем. Когда мы жили в Краснодаре, мы всегда там покупали. Очень вкусно. Самое главное, что цены у них прям очень интересные. И причем сейчас у них скидки 50-70% на летнее меню. Вот мы сейчас взяли сет. Сейчас, ну, домой приедем, покажу. Два с чем-то килограмма всего за 1150. Прикольно же? Мы сейчас прям попадаем на набережную. Здесь Дода Пицца наша любимая. Клуб, клубничка. Чилик. Людей, кстати, вообще много на самом деле. Мы сейчас ждем, пока нам запекут наши ролики. Поэтому, пользуясь возможностью, да, покажу вам заодно, какая здесь обстановочка. Ух ты, большой миньон надули. Горки. Какие тут запахи. Слушайте, по набережной вообще гулять опасно, потому что можно потратить все деньги, потому что запахи, конечно, вау. Ну, и вот они, пляжи. Пусто, потому что вечер. Ну, атмосферненько, конечно, да. Песочек. Вот кому нужен песочек, то вот здесь нужно купаться. Но мы не рекомендуем, потому что это центр. Не совсем это, вау. Отсюда, именно отсюда начинается песок. Кстати, а я все думал, а что же здесь такое будет? Я думал, что такое типа а-ля фонтан. Он был в таком печальном состоянии. А здесь, на самом деле, сделали басик. Я не знаю, платный он или бесплатный, но в нем вообще вон только детворак тусуется. Ну, пока идем, пацаны, нас развели на пистолеты. Пожалуйста. Ну, да. Мы решили прогуляться от нашего комплекса до пляжа. Посмотрели, а сейчас чисто так для себя, сколько здесь идти, какой там пляж. Но посмотрите, что творится за моей спиной. Там просто подсвет кофты тучи. Я не знаю, накроет нас или накроет. Мне кажется, накроет. Ну или лаванда с нами. Это же лаванда? Наверное. По-моему, понюхаем. Сейчас мы тебе просто здесь сразу фоточку сделаем и все. Смотрите, какой красивый вид у нас открывается, да? Ну-ка, опускай свой нос. Все, фотка есть. Все, миссия выполнена? Да. Спасибо. Смотрите, какие бомбические виды здесь открываются. Вот получается, там, где мы шли изначально, это улица Лончарского. Дальше попадаем вот в такую заборную аллею. Фонарики. Здесь, наверное, что-то подсвечивается. Вид, конечно, мощный. Правда, все закрыто сейчас этими синими тучами. И до моря. Ну, здесь идти сами, примерно, там оцените. Ну, я не знаю, метров, наверное, 200 от дороги Лончарского. И вот уже буквально там за поворотом непосредственно будет идти набережная. Набережная в Геленджике, кстати, самая длинная в России, да, Настен? Самая длинная в России. Ну, по-моему, даже в мире. Ну, в мире вторая, по-моему. Ну, сейчас, да. И попадаем мы на набережную. Пока шли, подошла к нам женщина наша, зрительница. Это так приятно вообще, что люди подходят. Особенно в Геленджике, прям, я не знаю, каждый день человеку по три, по четыре подходят. Мы сюда приехали, как к себе домой. Вот. Прям, конечно, приятно, но я теряюсь. Не могу еще на камеру снимать зрителей. Вот он пляж. Она, кстати, нам сказала, что купалась. Море, говорит, очень хорошее. Ну, как-то спуститься. Какое сегодня спокойное море. Вода, конечно, так мутноватенькая, но спокойная. Я думаю, что теплое-теплое. Ладно, сейчас, наверное, спустимся на пляж. Ой, здесь, кстати, эти крыши соломенные сделали. Прикольно. Ну, вот, сверху вам покажу. Называется пляж Лазурный берег. Зонтики-то красиво стоят. Вот они, навесики соломенные. И туда, в ту сторону, поиск. Спуск, конечно, здесь такой проблематичный. Архитектурный, конечно. Арочка, 1954 год. Написано. Но с колясочками, конечно, целая проблема. Вот люди на себе несут эти коляски. Спуск, к сожалению, не сделали. Красота. Да, Геленджик, конечно, очень классный город. Прям, прям классный. Какие здесь прикольные катамаранчики. Ну, это не Пикачу, Артём. Ой, это черепашки. Это черепашки-ягожи. Ну, прикольно сделали. Здесь вот есть ценники. Вот, смотрите. Таблетка, 1000 рублей. Катамаран, 700 рублей один час. Гидроцикл, 2,510 минут. Так, ценники по лежакам. Два лежака плюс зонт. 400 рублей. 4 за 20, 400 рублей. То есть, это вот такой вот зонт. И сюда ставится два лежачка. В этой части набережной мы ни разу не были. Здесь, прям, смотрите, кафе. Кафе самое главное, что вот эти огромные сосны. Фишка Келенджика. Просто там, к сожалению, какой-то заборчик стоит. Коричневый закрывает весь вид на море. Возможно, просто, когда-то идет реконструкция. Здесь все прикольно. Мы здесь, говорю, первый раз. Интересно. Здесь такой казачий парк. Смотрите, как классненько здесь. Дольмен искусственный. И, видимо, такая микроистория казачества. Такую скульптюру мы уже видели. В Геленджике в парке при въезде. Русская печь. Ослики, лошадки. Парковая зона. Солнечный. Да, это ослик. Это я, а. Коровы. Дом такой, типа. Мельница. Слушайте, очень клевенько сделано. Чуть дальше проходим. Здесь, посмотрите, какая красота. А, блин, почему мы раньше сюда не приходили? Главное, что летом, вот, в Геленджике, в Тиньке, всегда находимся благодаря соснам. Такой вот красивый фонтанчик. Детские площадочки. Полно просто... Батутики. Ну, очень здорово. Пока гуляем на крыл. Прям такой дождь. Вообще. Не знаем, куда нам теперь прятаться. Сосны от солнца спасают, а вот от дождя нет. Решили все-таки спрятаться под крышу, потому что дождь разошелся лихиво. Так и так уже промокли. Но... Нет, надо немножко подождать. Пошли, поперлись погулять. Да, Мирончик? У тебя такой первый раз. Мы просто бежим, потому что это вообще капец. Мокрые все, Мирона ездит, запихнули коляску, чтобы в ветер. И дождь, конечно, теплый. А ты, Вась, видно, что снимаешь? Видно? Ну, не знаю. Мальчишки прыгали. Получилось классно, конечно, но... Мокро. Просто трыздец. Бежим от самой набережной домой, потому что поняли, что дождь вообще надолго. Вымокли вообще все насквозь. Вон Мирончик сидит. Все течет вообще с горы. Все, мы пришли уже к нам в комплекс. Ай, балдец. Вон, пацаны, все насквозь. Настенька, ты что так спасела? Мокро, я ходила. Вообще. Она не знает, когда погода наладится. Мокро, дядя. Давно мы так не купались под дождиком. Вот, смотрите, собственно, два с чем-то килограмма. Сейчас Настенька откроет. У нас сейчас как раз здесь прям будем проводить стримчик, который вы сможете... Нет, вы не сможете его посмотреть. Записи мы сохранять его не будем. Дорви, конечно, вон уже Родик все порвал. Родик, подожди, подожди, аккуратно. Посмотрите, какая огромная порция. Хорошее заведение. В общем, сколько раз с нами проверено. Поэтому, если будете здесь, то, конечно же, рекомендуем. И на этом месте я хочу завершить данный видеоролик. Пишите свои комментарии, ребятки. Не забывайте про наши гайды. Все нужные ссылочки для ваших комфортных путешествий я оставляю в описании под этим видеороликом. Мы с вами прощаемся. До завтра, до нового выпуска. Пока. Продолжение следует...